В 8 утра первые пассажиры маршрута Самара-Тольятти собираются на речном вокзале, где их ждет восход 02. Этому судну на подводных крыльях уже 41 год. В 2016 областное правительство выделило 29 миллионов на его капитальный ремонт. А всего таких судов в Самаре три. Восстановление восходов и возвращение их на речные линии в Речпорту называют историческим событием. Прямое водно-транспортное сообщение на скоростных судах между Самарой и Тольятти восстановлено после 19-летнего перерыва. Более того, в самом порту Тольятти в последний раз скоростные суда на местных линиях эксплуатировались в 2000 году. То есть мы и в Тольятти впервые после 17-летнего перерыва приводим скоростной флот. Сейчас восходы совершают два рейса в день по пятницам, субботам и воскресеньям, а в июне они будут ходить каждый день. В будущем на основе этого направления планируется создать экскурсионные туры. Уже подписан договор на открытие маршрута Самара-Тольятти-Богатырская Слобода. Его и показали журналистам. Гостей в Слободе встречают хлебом с солью. Дальше подъем в гору и мы оказываемся около стен крепости. Тут в деталях воссоздали антураж 10 века. От бытой архитектуры до богатырских боев. Я уже занимаюсь этим третий год. С удовольствием обучился оружию богатырскому. И мне это нравится. Плюс еще тема такая, святорусское богатырство, история. Все это вот по мне. Не только боями и старославянскими играми привлекают туристов. Местные мастера известны своими ладьями. Сейчас строится судно с трехглавым Змеем Горынычем. На такой ладье вполне могли плавать наши предки веки примерно в десятом. Это судно строится соблюдением всех исторических технологий. Их принимали у карельских мастеров. Оттуда же из Карелии пришло и дерево, сосна для этой ладьи. Спускать на воду планируют уже этим летом в начале июля. И тогда головы Змея Горыныча будут уже совсем не такие. Это только лекала, а объемные. Сейчас их мастера делают в цехах. Интерес туристов к национальному парку Самарская Лука, где в том числе расположилась Богатырская Слобода, растет с каждым годом. Это подтверждает и статистика. На сегодняшний день по итогам 2016 года более 300 тысяч только официальных туристов посетило территорию заповедника, национального парка. Это те, кто приобрели официально туристические путевки. В 2009 году объем путевок был порядка 18 тысяч. С мая по сентябрь в восходы должны перевезти 30 тысяч пассажиров до Тольятти. Еще два скоростных направления – это Самара-Ширяева и Самара-Сызрань. Валерия Макарова, Василий Колдашов. События.